Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. На стороне дольщиков. Долгострою Чебоксар проверила комиссия Минстроя и прокуратуры. Долгожданная вода. Водоводы в южных районах республики будут построены по федеральному проекту «Чистая вода». По обычному графику больницы возобновляют прием пациентов. Во многом муниципальные бюджеты формируются за счет налогов, поступающих с местных предприятий. Поэтому тема поддержки малого и среднего бизнеса – одна из самых актуальных. Об этом говорили сегодня в ходе поездки в Рио главы Чувашии в Ибресинский район. Местный молокозавод работает уже 7 лет. Начинал со стандартного ассортимента. А теперь вот готовится к запуску еще одного производства – сыров. Натуральных молодых сыров, а также сыров согласно ГОСТу, то есть полного созревания. Производство будет практически полностью происходить в автоматическом режиме. Солильный бассейн будет по типу река. И созревание сыров будет непосредственно происходить в термолусадочных пакетах. Увеличение мощностей влечет за собой и серьезные изменения в работе очистных сооружений. Здесь занялись их модернизацией. Как утверждает подрядчик, используется уникальная технология, не приносящая вреда окружающей среде. В конце сентября мы этот объект сдадим. В конце сентября. То есть 5 месяцев. Объект, который включает в себя, еще раз повторяю, биологическое очистное сооружение и локальное очистное сооружение самого сложного по очистке стока молочного комбината. Объем стоков до 200 квадратных метров в сутки. Очищенные водой будут орошать поля. Инновационный подход к решению проблемы здесь очевиден. То, что лучше, чем в остальных муниципальных образованиях, на сегодняшний день реализовывается и соответствующим образом внедряется в жизнь, с тем, чтобы составить вот это с одной стороны карту, а затем распространить его максимально на другие муниципальные образования. Поэтому и здесь сегодня, в Ибрестинском районе, мы такие практики увидели. И самое главное, здесь есть возможность организации замкнутого цикла производственного процесса. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Шимуршинское водохранилище уже более десятка лет назад должно было стать главным источником питьевой воды в южных районах республики. На него рассчитывали и местные предприятия. Тогда на реке Карла были построены плотина, комплекс сооружений для очистки, подачи и сброса воды. Но, собственно, вода до населенных пунктов так и не дошла. Подробнее в нашем сюжете. Объемы водохранилища впечатляют. Почти 16 миллионов кубометров. Оно было построено в рамках республиканской целевой программы. Тогда перед властями была поставлена задача обеспечить качественной питьевой водой жителей Батаревского, Шимуршинского и Комсомольского районов. Но для этого нужно было построить групповой водовод, состоящий из 11 участков. В 2010 году магистральный до Шимурши был доведен, но дальше этого дела не пошло. Проблема остро стоит. Здорово было бы и для развития производства, расширения производства, и для наших жителей. У нас мы действительно в Сирии Шимурши подаем воду, там часть техническая вода, часть питьевая вода. Конечно, все водохранилище, само водохранилище готово, очистные сооружения готовы. Что не хватает? Конечно, менее 10% проведены водопроводные сети. Вот я уже сказал, сколько у нас в нашем районе. Вот поэтому, чтобы оно заработало, скажем, хотя бы на мощность, нужно водопроводные сети протянуть. Сейчас весь комплекс находится на балансе казенного учреждения «Гидроресурс». Сохранность и содержание водохранилища обходится в солидную сумму, а отдачи пока нет. За многие годы проектно-нормативная документация безнадежно устарела. В нее надо вносить коррективы. И на это в республиканском бюджете деньги найдутся. Чувашская республика, прежде всего, будет вкладываться в части реализации работ по разработке проекта смертной документации. Оценочная стоимость этих работ составляет примерно от 50 до 60 миллионов рублей. Эти работы мы планируем произвести в этом году, в текущем году до конца года. Ну и, соответственно, рассчитываем, что основные финансовые средства мы получим из федерального бюджета. Я уверенно могу вам сказать, что правительство Чувашской республики приложит все усилия для того, чтобы эту проблему решить. За 4 года надо построить 10 участковых водоводов протяженностью 300 километров. Ориентировочная стоимость работ – 1 миллиард 700 миллионов рублей. В Чувашии 13 объектов незавершенного строительства. Все они включены в единый реестр проблемных. Нарушены права около девяти сотен дольщиков. Как обстоят дела на двух долгостроях Чебоксар, проверили представители Минстроя и прокуратуры. Этот дом на улице Асламаса готов на 99,5%. Но жить в нем нельзя. Прокуратура не дает согласия на заселение, пока застройщик не устранит недоделки. Непонятно почему процесс затянулся. С учетом распространения в 2020 году коронавирусной инфекции, дом не был сдан в установленные законы в сроке. В то же время, в настоящее время, подавляющее большинство работ проведены. Это пуск наладочной работы, это пуск газа, составление проектной документации. И мы контролируем процесс сдачи дома в ежедневном формате. В реестр проблемных дом попал в июле 2020 года. Застройщик нарушил сроки передачи квартир долевикам более чем на шесть месяцев. Обращения по этому объекту в прокуратуру и Министерство строительства поступают регулярно. Проблемы начались в конце 2018 года. Тогда застройщики три месяца не могли заключать договоры долевого строительства из-за проблем со страховыми компаниями. Подрядчик отвечать на вопросы журналистов отказался. Я в принципе не хочу договорить. Я сказал же, ваш путь один. Я даже разговаривать сам не хочу. Однако в Минстрое считают, что ситуация пока не патовая. На это и ориентируем, чтобы объект был достроен именно непосредственно застройщиком за его счет. И как раз ориентируем во времени, чтобы это состоялось бы можно быстрее. А вот на строительстве дома ЖК Гагаринский тихо, в 4 часа дня на площадке не души. Именно этот факт и настораживает надзорные органы. Данный объект еще не включен в число проблемных. Но дольщики неоднократно жаловались в Рио главы Чувашии и Министерство строительства, что здесь не ведутся работы. У нас в рамках надзора за долевым строительством мы застройщика уже один раз проверили. Выявили ряд нарушений действий законодательства. Передали материалы проверки правоохранительного органа. Сейчас они как раз рассматриваются на предмет наличия признаков преступлений. И соответственно по ним будут приниматься соответствующие меры. Также мы в рамках нам предоставленных полномочий можем в случае отклонения графика строительства более чем на 6 месяцев прекратить заключение новых договоров. Это конечно не совсем эффективная мера. Она тоже будет затягивать сроки строительства. Поэтому мы все-таки хотим больше методом убеждения застройщика заставить здесь ускорить работы и возобновить. Готовность дома порядка 35%. Всего планируется 130 квартир. На 85 из них уже заключены договоры долевого участия. Сейчас кирпичная кладка остановилась на уровне 8 этажа первого подъезда. Провели электроснабжение и начали штукатурные работы. Замедление работ застройщик объясняет тем, что все силы направлены на завершение проблемного объекта в Новочебоксарске. Эти два дома строятся еще по старой схеме без использования эскроу-счетов. В правительстве полагают, что после внедрения нового механизма долгостроев и обманутых дольщиков не станет. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Работа медицинских учреждений постепенно входит в обычное русло. Одна за одной больницы возобновляют прием пациентов. С этой недели Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования вернулся к профильной деятельности и возобновил плановую госпитализацию. Все помещения подверглись тщательной дезинфекции. Прием пациентов идет с соблюдением мер безопасности. С учетом тех мер, которые действуют, ограничительных, мы предварительно берем анализы на ковид у тех, кто приезжает, особенно из других регионов. И на следующий день больные проходят осмотр. В обязательном порядке проходят исследования компьютерной томографии легких для того, чтобы исключить вот такое бессимптомное носительство. И после этого больные попадают на операционный стол. Понятно, что за время вынужденной смены профиля список пациентов, нуждающихся в госпитализации, увеличился. Принимают как жители Чувашии, так и соседних регионов. За три дня прооперировали более 70 пациентов. Сейчас, во-первых, радостно, потому что перенес операцию. Значит, болевые ощущения снимаются. Работаю правой ногами, шевелю уже все как положено. Ну, надеюсь, что с сегодняшнего дня уже будем тренироваться ходить на костылях. Возобновились и профилактические медицинские осмотры, и плановая диспансеризация. Диспансеризацию будем проводить строго по записи. Лечащий врач накануне будет обзванивать, уточнять состояние пациентов. И они будут приходить, минуя регистратуру, сразу в отделение медицинской профилактики. Также при входе им будет проводиться бесконтактная термометрия. Будет соблюдаться масочный режим и соблюдаться социальная дистанция. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Даже при снижающихся темпах заболеваемости коронавирусом, многие жители республики по-прежнему желают проверить свое здоровье. Анализы проводятся двумя методами. Первый – это исследование генетического материала самого вируса, когда берутся мазки из носа и горла. И второй – исследование крови из вены на антитела, чтобы определить, была болезнь или нет. Население нашей республики может сдать мазок на ПЦР-исследование в кожно-мидерологическом диспансере и в республиканской клинической больнице на платной основе. На бесплатной основе у нас исследуется материал из других лечебных учреждений непосредственно пациентам и поликлинического и стационарного звена. Дополнительным вторым методом диагностики в Чебоксарах является исследование крови из вены на антитела классов М и классов G. И эти виды исследования также проводятся в кожно-мидерологическом диспансере в республиканской клинической больнице, а также несколько больниц города проводят исследование. Это городская клиническая больница номер один, центральная городская больница, городская больница номер два, первая городская больница имени Осипова. То есть население республики может обратиться в данные учреждения, но исследование на антитела проводится на платной основе. Только за минувшие выходные на дорогах Чувашии остановили более 20 нетрезвых водителей. Семь человек отказались от прохождения медосвидетельствования. Нарушители забывают, что садясь за руль в состоянии опьянения, они рискуют не только своим водительским удостоверением, но и жизнями других людей. Подробности в сюжете пресс-службы МВД по Чувашии. Это кадры с регистратора патрульной машины ГИБДД, от которой скрывается предполагаемый угонщик. Позже выяснится, что житель Цивильского района находился за рулем машины в нетрезвом состоянии. Мужчина взял ключи у уснувшего хозяина после совместного распития спиртного. По счастливой случайности из-за пьяного водителя никто не пострадал. А у 15-летней школьницы из Марпасадского района совершенно не было шансов на спасение. Она возвращалась от подруги дорогой, знакомой с детства. Ее жизнь моментально оборвал нетрезвый водитель, потерявший управление своего автомобиля. Потом он будет оправдываться перед сотрудниками ГИБДД, что выпил совсем немного. Экспертиза же показала наличие 0,42 промилля в крови. Это как выпить почти стакан водки. Каждое шестое дорожно-транспортное происшествие в республике совершается с участием нетрезвых водителей. С начала года зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие. В них погибло 12 и ранено 127 человек. Все погибшие и раненые люди – это судьбы людей, это семьи, это пострадавшие дети, чьи родители. По сравнению с прошлым годом количество таких дорожно-транспортных происшествий возросло более чем на 12%. Возросло и количество лиц, задержанных за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Всего в республике задержано около 2000 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от похождения медицинского свидетельствования. Местные интернет-форумы почти каждый день пестрят сообщениями о задержании нетрезвых водителей. Причем происходит это как в столице республики, так и за ее пределами. На днях в Урнарском районе водитель с признаками опьянения вылетел на тротуар и сбил двух сестренок. Врачи диагностировали у девочек ссадины и ушибы. Самого серьезного презрения заслуживают те, кто после совместной гулянки отпускают нетрезвого водителя в путь. Сколько трагедий произошло по их вине, а люди выводы не делают. Недавно в комментариях инстаграма ГИБДД один написал, что вот сдали очередного нетрезвого водителя. Его чуть на плочи не порвали, потому что люди уже устали от того объема нетрезвого вождения на наших дорогах, которые угрожают каждому из нас сегодня. И поэтому очень важно, чтобы никто не проходил мимо и, увидев пьяного за рулем, немедленно совершал бесплатный звонок на 102. Буквально на днях был задержан водитель в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. И просто чудо, что трагедия не постучалась в чей-то дом. В начале августа в Чебоксарах, чтобы задержать пьяного водителя, инспекторам ДПС пришлось перекрыть дорогу грузовиком. О подозрительной манере вождения в ГИБДД сообщили очевидцы. От медосвидетельствования молодой человек отказался. Позже было установлено, что две недели назад водителя этого же автомобиля оформляли за повторное нетрезвое вождение. Теперь его ждет второе уголовное дело за пьяную езду. А Министерство внутренних дел по Чувашской республике в очередной раз напоминает, что дешевле и безопаснее вызвать такси, чем садиться за руль под шофе. Рейды по выявлению нетрезвых водителей в республике будут продолжены. Вопросы сохранения чувашского языка и развития национальной культуры по-прежнему актуальны. В Рео глава республики Олег Николаев встретился с членами президиума и совета старейшин Чувашского национального конгресса. В числе задач Чувашского национального конгресса – укрепление межрегиональных культурных связей, межнационального согласия и общественной стабильности. По словам в Рео главы республики Олега Николаева, деятельность организации необходимо расширить и углубить как в регионе, так и за его пределами при работе с Чувашской диаспорой. Мы, Чуваши, сами должны себе поставить задачи в свете законов и решений и должны дальше развиваться. Понятно, сегодня актуальна тема – это изучение чувашского языка самими Чувашами. Вопрос один – это многогранно, вот как заинтересовать родителей, чтобы родной язык, свой родной язык передать своим детям. Олег Николаев обсудил с участниками встречи вопросы учреждения ежегодного фестиваля народов, проживающих в Чувашии, и проведения Дня Чувашской вышивки. Активистов конгресса наградил памятной медалью «Столетие образования Чувашской автономной области». Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Как повысить эффективность спортивных объектов республики? Этот вопрос сегодня обсуждали в Минспорта Чувашии. Там прошло расширенное заседание коллегии ведомства. Вопреки традициям, разговор начался не с достижений, а с упущений. В рио главы Чувашии поделился впечатлениями от недавнего посещения Бресинского фока. Организация работы там оставляет желать лучшего. И аналогичная ситуация наблюдается в некоторых других муниципалитетах. Отсюда задача – повысить эффективность спортивных объектов. В рио главы Чувашии Олег Николаев напомнил о целевом показателе вовлеченности в занятия спортом к 2030 году не менее 70% населения. Необходимо, в первую очередь, воспитывать у людей личную заинтересованность. Конечно, серьезно повлиял на ситуацию и коронавирус. Спортивные объекты открылись совсем недавно, и то частично. Занятия в помещениях разрешены только для профессионалов, участников сборных. Но, несмотря на сложности, нельзя сказать, что спортсмены просидели весну без дела. Дети у нас большинство из районов, поэтому они были у себя в районах, в деревнях, занимались, выходили, тренировались по одному, по два человека. Конечно, мы контролировали их, контролировали тренеры. Нам они высылали свои видео тренировки, чтобы было видно, как они ходят, как они тренируются. Конечно, также в ручном режиме контролировали, звонили, давали советы. Иногда, конечно, тренеры выезжали. На коллегии обсудили и перечень спортивных объектов, на которых запланирован ремонт или реконструкция. Продолжится и строительство новых. В муниципалитетах появятся еще 10 искусственных футбольных полей. Список не закрыт, отметил руководитель ведомства Василий Петров. В Минспорта ждут предложения от общественности. Почти неделю по всей стране идут отборочные соревнования на WorldSkills Russia. Из-за эпидемиологической обстановки они проводятся в дистанционно-очном формате. Эксперты оценивают конкурсантов удаленно с помощью камер. Центры управления соревнованиями расположились в 13 регионах, в их числе Ростовская, Самарская области, Хабаровский, Красноярский край, Чувашская республика. Требования весьма жесткие. Участники отборочных всегда должны быть в поле зрения специалистов. В такой момент, если вдруг перестанут работать камеры и в какой-то момент нештатную ситуацию, то наша задача состоит в том, чтобы взять телефон, подойти к участнику и, получается, сделать так, чтобы эксперты, которые находятся на той стороне линии, то есть в городе Тольятти, смогли видеть его и сделать так, чтобы участник не покинул и не получил штрафные очки. На днях завершились отборочные испытания по физкультуре, спорту и фитнесу. Конкурсное задание состоит в разработке и проведении тренировки по общей физподготовке. В качестве посетителя фитнес-тренировки – волонтер. В зависимости от его данных участник составляет индивидуальный план занятий, а затем снимает видеоурок и даже монтирует его. Видеомонтаж. Я никогда не думала, что учитель физкультуры должен это делать, но пришло время, что мы проводим монтаж и видим съемку. Если честно, я поняла, что это нам обязательно пригодится. Если я работаю в фитнес-клубе, чтобы припиарить себя там и так далее. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы состоится уже в сентябре, также в дистанционно-очном формате. В нем примут участие более двух с половиной тысяч юниоров из всех субъектов России. Это главные новости четверга. До встречи в эфире.